привет всем владельцам цифмото тут такая тема у нас назрела недавно я помните шприцевание подшипников купил и никак никак их не прошприцую все то времени нет то это то то тут это вот это вот такие вот дела значит а что еще интересного у меня тут произошло покрасил я вот видите смотрите как получилось в цвет 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 наклейки ну эту фигню наклеил блин китайская ерунда отклеивается наверно будет убрать ну и с той стороны тоже покрасил а вот еще вот еще смотрите тоже принципе попробовал наклейки покрасить как-то фиговенько получается надо будет отодрать это все дело это все дело что еще интересно помните мне вот здесь вот было поцарапано от того что ноги все задирают вот здесь и вот тут и тут было поцарапано сейчас вот заклеил я бронепленкой но бронепленку для автомобиля что-то очень уж жесткую подобрал так тяжело клеилась вообще на не тянется надо и вот видите что получилось получилось что она перетянула ее в этом месте не прилипла она хорошо пока покатаюсь потом наверное надо будет переделать заклеил еще фары задние бронепленкой фары видите получились хорошо фары получились хорошо ну еще есть доработок такие вот небольшие то есть вот чтоб ручки не падали шайбы на алиэкспресс заказал заказал еще подножки сюда вот по зубастей от x8 от нового или это что-то тоже подходит ну как придут потом покажу нормальная тема а вот то что там останется надо будет вот сюда переставить для пассажира еще одну подножку будет ну ладно чем будем тут разглагольствовать вот смотрите какая штука еще раз кто не видел показываю это шприцеватель ступичных подшипников с китая по моему 800 рублей стоит насколько я помню можно конечно поддержать отечественного производителя компанию капролон и у них заказать ну мне как-то было удобнее с китая вот как с алиэкспрессом работаю плотненько очень там все заказываю поэтому было удобнее здесь заказать те же сам две недели ну дешевле даже там у них за 1100 вот такая вот фиговина продается на только на капролоновая а это вот за 800 рублей давай сейчас посмотрим сейчас расскажу чем разбираем че делаем что он в первую очередь надо сделать колпачок мы снимаем расшплинтовываем здесь гайку брызгаем в дешкой и пробуем откручивать это может быть непросто кстати запаситесь вот этими шплинтами когда будете в магазине с тазами вазами чтобы можно было без опаски их расшплинтовывать и если у вас сломается вы могли заменить это все ну чё будем пробовать ребят идут вообще такой красавчик просто немоверный без задней мысли вообще все от откручиваю все это дело расшплинтовываю иду за головкой вот моя головка самая большая опа ёпта думаю как так на 32 на 32 не подходит еду в магазин блин ну меряю соответственно и еду в магазин покупаю головку на 36 568 рублей опа все отлично подходит смотрю отверстие здесь на три восьмых ёптет а нужна на одна вторая еду блин еще раз магазин и заказываю вот эту головку вот ее каталожный номер с 0 4 аж 400 400 400 4136 джонсовый вот теперь 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 подойдет так что так что будьте внимательно здесь на 36 а на 36 в обычных магазинах короче на три четверти уже идет отверстие такие вот дела в общем с помощью волшебной трубы откручиваем мы ступчину гайку дальше у нас на 15 супостатские ключи надо вам два ключа на 15 и тут на 15 и тут на 15 откручиваем кулак и снимаем его либо мы сюда снимаем либо рычаги поднимаем и соответственно вытаскиваем отсюда ступицу сейчас посмотрим в принципе тут это все легко вытаскивается с посмотрим как будет сам подшипник шприцеваться так у нас в принципе так вот снимается она сюда вот раз отходит можно даже нижнюю не выкручивать только верхнюю открутить и тут все это вытаскивается шрусом ходит туда-сюда вот подшипник там вот смотрите 30 55 и вот там вот в это вот пазик как раз должно попасть вот это вот шприцующие пазик тоже самое но печаль в том что нифига это не от этого подшипника куда смотрел когда заказывал не знаю так что если будете увидите вот в китае такая хреновина продается учтите что там надо оказывается размеры знать они не только суда они еще куда-то там его делают так что такие вот дела лан ребят всем удачи на бездорожье всем пока ну и конечно же кто считает видео полезным ставьте лайк кто считает видео бесполезным ставьте дизлайк до новых встреч в гараже в гараже